Муза Гомер начинает словами «О спасении, заботясь, жизни своей». Сегодня мы бы хотели рассказать вам о людях, которые, давно позабыв о себе, заботятся о спасении многих. Музыка Голоскубов Игорь Николаевич родился 16 декабря 1973 года в славном городе Одесса в Украине. Пережить пришлось многое – голод, нищету. С детства был увлечен театром и кино. До поступления в театральную студию МХАТ к Олегу Табакову оставался один шаг – и в прямом, и в переносном смысле. Я все так говорю, если бы кто-то мне сказал, что я поступлю туда, куда я хотел, ну практически я говорю поступлю, потому что нужно было просто прийти на генеральный экзамен и просто отметиться, потому что информация о том, что я поступил, уже была. Я покаялся и поступил практически в одно время. И, конечно, наверное, еще, может быть, неделю я понимал, что все как-то логически. Сегодня очень много людей смотрят, как логически по-человечески получается. Вот если бы я стоял логически, то все потрясающе. Москва, в Москве я хожу в церковь, учусь в МХАТе. Это сегодня, после 20 лет я понимаю, что ничего бы не было. Я бы не был сегодня тем, кем я есть. У меня бы сегодня не было бы моей жены. У меня сегодня не было бы миссии. Я бы сегодня не жил в Сибири. Все было бы по-другому. И поэтому, как важно не логически размерять свою жизнь, а как важно позволить сразу Богу все перевернуть. Вот Бог все и перевернул. И на одном из собраний Шамбака была проповедь о двойном помазании, которую я помню всю жизнь, которая и сопровождает меня всю жизнь, где известный английский Шамбак говорил вкратце, вот была такая следующая тема, что Господь дает двойное помазание, но нужно отказаться от тех валов, от того дела, которым ты занимался, сжечь это все, то, что мы видим в Библии, и просто последовать за Господом. Пастор Шамбак говорил, что я буду молиться за двойное помазание, за тех людей, которые знают, что сейчас оставить. И вот в ту минуту, когда он говорил, у меня было такое ощущение, что в одно ухо я слышал проповедь, а в другое ухо я слышал этот голос, ты не должен в понедельник идти на экзамен, ты должен это оставить. То есть вопрос был как раз в том, что я понимал одно, что следующий этап в моей жизни с Богом – это полностью отречение и оставление всех тех человеческих желаний, той мечты, и вот вообще все, ради чего я шел и жил, ради чего я в Москву приехал, и благодаря чему я и покаялся. И вот в это время Господь сказал мне, нехорошо человеку быть одному, и я верю, что полноценный служитель, и все-таки это служитель, когда двое, одна плоть. Голоскубова Галина Николаевна родилась в Самарской области. С детства зачитывалась книгами и мечтала ездить по всему миру, но даже не представляла, что это осуществится в такой форме. Переживая потерю отца и другие трудности, очень рано стало задумываться о Боге и о смысле жизни. Восемнадцать лет уехала в Тверь, там покаялась и познакомилась с будущим мужем. Познакомились мы на дне рождения у жены пастора, и там сразу увидел Игоря, который почему-то как-то так вокруг меня сразу прыгал, и резко подарил мне значок с сердечком, где было написано «Иисус любит». И потом он мне объяснил, что такое у него было состояние, что он сказал «вот не жалко мне ничего для этой сестры». У нас не было человеческого плана, что вот мы там понравились друг другу, вот этого ничего не было. Бог мне говорит «сядь», и я села, и он мне просто показал эту картину всю вчерашнюю и всех наших общений, вот эту молитву, и он сказал «вот этот человек будет твоим мужем». И Господь дал очень четкое откровение по Филимону, ибо до того ты расстаешься с ним на время, чтобы потом принять его навсегда. И я понял, что это просто, ну вот это стопроцентное откровение, что мы сейчас расстаемся, а потом будет навсегда. Оно так потом и произошло. Что такое Новосибирск, где он находится, я ничего не знал. Отрывистые фразы, белые медведи ходят по улицам, я был уверен. И как-то вопрос уже не стоял, что я туда один поеду, так как мы уже были помолвлены. Я помню однозначно сразу сказал «Галь, поехали на конференцию». Помню, что Галя сразу согласилась, и мы поехали вместе с ней на конференцию в Новосибирск. Мне почему-то Бог сказал, что надо на день раньше уехать, ну потому что у меня была библейская школа в Финляндии, я посещала библейскую школу, мне нужно было там то ли экзамены были, то ли что-то важное. Поэтому я уехала немножечко раньше. Несколько самых важных моментов на конференции, событий произошло. Что было пророчество о том, что я стану пастором. Потому что я, наверное, забываю сказать о том, что я в то где-то время говорил о двух вещах, что я не женюсь до 27 лет, и что я никогда не буду пастором. Как человек я не хотел. Просто когда приходит помазание, тебе уже потом все равно. Второй момент на этой же конференции было слово от Бога поехать вот туда, в Березовский. Просто пришло слово, что я буду пастором. И пока я ехал, трижды Господь проговорил мне о том, что я буду пастором именно туда, куда я еду, не зная еще, куда я еду. Ко мне приснился сон, что известный проповедник того времени, вообще Карл Густав, подходит ко мне во сне и говорит, «Так, Господь, будешь пастором в Березовском». И я просыпаюсь ночью, думаю, что за странный сон, опять засыпаю, и мне идет просто продолжение, как будто этот сон не прекращался. Жена моего пастора, моему пастору жалуется. Ты представляешь, Бог говорит через Карл Густава Игорю быть пастором, а он не хочет. Я помню сейчас, что у нас была одна фраза, с которой мы ехали в Сибирь. Мы миссионеры. Мы не четко понимали, что это такое. Мы знали, что это посланные, которые идут и насаждают церковь. 7 марта 1993 года в город Березовский, казалось бы, забытый Богом уголок, приезжает 19-летний парень из Одессы. Он еще не знает, что его ждет впереди, но как Авраам, он послушал Бога и сделал первый шаг. Когда вы приехали в Березовский, вот в каком состоянии был город? Что вы увидели? Когда, конечно, я попал в Березовский, и эти шахтеры в фуфайках, грязь, черный снег, серые дома. Сегодня Березовский – это хороший маленький европейский городок уже, не говоря уже о Кемерово. Тогда это было что-то непонятное. И, конечно, вот на этом фоне, вот как-то так хорошо, что Бог мне до приезда в Березовский это сказал. Потому что для меня это было очень важно, что я уже не мог выбирать. Нас мало впечатляло, вот меня в частности тоже, все, что окружает, хотя это, ну, иногда это было сложно, иногда это было классно. Вот, но впечатляло то, что Бог сказал приехать и быть. Вот, но если взять какие-то такие вот моменты материальные, то, ну, на самом деле, я всегда вспоминаю, макароны цвета колес машины, как я говорю, почему-то были всегда такие серые макароны, круп почти что не было. И когда готовились к детскому или какому-то служению, иногда было невозможно купить клей или бумагу. Вот это был Березовский 90-х годов. Когда Бог говорит, то все остальное уходит на задний план и не замечаешь, сложно оно или слишком хорошо, или как бы, ну, даже в сложности Бог себя еще больше является. Именно здесь, в ДК Шахтеров, состоялась первая евангелизация, на которой присутствовало около 70 человек. Весь зал вышел принять Христа. И после этого состоялось первое крещение. С этого момента церковь начинает активно служить. Почти два года выпускалась газета «Возрождение», главный редактор «Голоскобова Галина». Служили в больнице, провели две библейские школы совместно с миссией «Неемия». Было время эфира на радио, работники которого приняли Христа и ходили в церковь. А также была возможность проповедовать на телевидении. Почему люди ненавидят друг друга? Потому что каждый из нас пострадал в этой жизни. Потому что каждый из нас имеет какие-то раны. Иисус хочет изменить твое сердце. Обратись к Нему прямо сейчас. И я хочу молиться сейчас. И ты можешь повторять за мной эту молитву. И главное, не что говоришь ты в этот момент, а главное, с каким сердцем ты приходишь к Иисусу Христу. Вот ДК Шахтеров. Первые собрания у нас здесь проходили. У нас много было собраний. Сначала мы начинали, потом нас отсюда выгнали после публикации статей. Потом через год мы вернулись. Были в малом зале, были в большом зале. Проходили евангелизации, концерты. Детские служения здесь большие были. Помнишь, такой был хороший на Пасху какой-то? А на Рождество какой-то серьезный. Спектакль самый серьезный здесь был. Очень интересный, с костюмами. Они культуры сказали, мы такой спектакль не можем поставить. Да, у нас, к сожалению, не было фотоаппаратов. Тем более, видео не на что было снять. Да, мы даже его не записали. И такой самый лучший спектакль у нас прошел без съемок. Потом мы уходили из этого ДК. Но это тот самый ДК, куда мы возвращались много раз. Газеты вписали постоянно. Писали, что мы ставленники Ельцина, что мы несем новую культуру, что мы весь православный люд потащим, перекрещиваться и обновляться, и возрождаться в грязную речку. Что американцы поставлены, что за золотом приехали сюда. Мы даже не знали, что здесь золото есть. До сих пор не знаем. Но при этом нам газета всегда давала опровержение, возможность писать. Поэтому газета «Мой город» состояла из двух полос. Одна огромная полоса, где пишут про нас плохо, вторая, где мы объясняем, кто мы такие. То есть газета бесплатно совершенно работала на церковь. Это было просто потрясающе. У Игоря и Галины не было опыта строительства церкви и построения команды. Они не знали, как надо. То, что они проходили тогда, и стало их опытом и учебой на собственных ошибках. Это был наш метод проб и ошибок, опыт. И мы его тогда в свое время называли, ну и сейчас, наверное, так же можно выразиться. Мы говорили, что мы некой лабораторией у Бога здесь. Это было время, когда мы параллельно строили и семью, и церковь. А через какое-то время Бог сверхъестественным образом привел детей в нашу семью. И еще была третья линия. Поэтому мы все делали параллельно. Падали, вставали, ошибались. Плакали, синяки. Что-то проходило и шли дальше. Не было сомнений в откровении первоначальном. Никогда. Была стопроцентная уверенность. Когда приходили трудности, приходили искушения сомневаться. Приходили мысли, что ничего не получается. Сомнений не было в том, что говорит Бог. И когда он нас привел в Березовский, конечно, это было сложное место, во всяком случае, для меня. Но из-за того, что это была воля Божья, то этого не замечалось. Я не могу сказать, что я чувствовал физически сам одиночество, потому что вот здесь-то и срабатывала наша семья, наши отношения. Потому что я-то всегда знал, что Галя за меня стоит. И мы вместе с ней. И поэтому... Но вот в том плане, что и где-то на каком-то этапе мы и привыкли, что мы только вместе. А помощников, лидеров, служителей, команды, то, что в нашем понимании сегодня, этого же ничего не было. И были какие-то интересные моменты, когда Господь один раз привел меня в один двор, и я у Березы буквально стоял, молился, плакался, как или под кустом жаловался. Вот тут вот, просто один раз прогулившись, я был в такой... Ну, я бы не сказал, что депрессия, но у меня было много вопросов, почему нас выгнали со здания. Это было еще до свадьбы, до женитьбы нашей. И Господь мне проговорил, что вот будет церковь, будет служение, будет офис. А уже через нам, наверное, через 6 лет, когда мы уже в этом дворе купили офис, и через какое-то время я вспомнил, потому что я вот про этот эпизод очень много рассказывал, но никогда не помнил, что это было именно в этом дворе, потому что вот я с ДК спустился и пришел сюда, и вот здесь вот у этой Березы молился. Поэтому иногда Бог делает такие вещи. Во времена трудностей и сомнений единственное, что мне помогало выжить, это Библия. Потому что единственное вообще, что может быть основанием христианской жизни, это вообще Слово Божие. И Слово Божие мне как раз помогало. Когда дьявол приходил и говорил мне о поражении, когда мысли говорили о том, что ничего не получится, я помню, Господь побуждал нас провозглашать Слово Божие. Мы могли просыпаться ночью с женой и вместе просто говорить какие-то вещи, что я не умру, но буду жить, и возвещать дела Господни. И это не было самовнушение, это было то, что давало нам силы, жизнь. У вас очень много было на уровне сверхъестественного. А как пришло откровение об усыновлении детей? Сжалилось сердце мое над мальчиком, тем, которым мы первым решили усыновить. И мы как-то, вот как Иисус в свое время сделал, что сжалилось сердце его, и он стал проповедовать. И у меня тоже самое, был вот этот вопрос, когда Иисус сказал, приводите ко мне детей. Сегодня многие усыновляют детей, используя местописание, что нужно сироту в дом везти. Это хорошо, но у нас где-то так и получилось, что мы просто мимо сирот не смогли пройти. Поэтому вот у нас это вышло на этом уровне. Пастора должны иметь широкие сердца, для того, чтобы иметь возможность служить каждому человеку, приходящему в церкви, любому, так скажем, из любого сословия. Поэтому Бог, возможно, как в нашей лаборатории, по нашему опыту, Он допустил такую ситуацию, когда мы усыновили детей. И казалось бы, Бог уже сказал, куда двигаться дальше. Осталось только встать и идти. Но и здесь не все было легко. А иногда и физически встать было невозможно. Так получается в нашей жизни, что всякий раз, когда мы переходим на новый этап, на новый уровень, или что-то новое происходит, или в служении что-то двигается более серьезно, то почему-то всегда мы встречаемся с очень достаточно сложными трудностями. Когда мы уже сто процентов были уверены, что нужно переехать в Кемерово, мы параллельно оставались с пасторами в Березовском, начали второй год обучения. Тогда это была школа служителей у нас. И мы уже нашли квартиру в Кемерово, были в предвкушении, было много помазания, уверенности. И в этот момент я очень сильно заболел. То есть это была такая, вот в моей жизни, такая достаточно серьезная болезнь, если не считая детства, это была однажды, когда я почувствовал какую-то просто неимоверную боль в боку. Я даже совершенно не знал, что у меня было ощущение, что у меня разорвался какой-то орган. В такой больнице уже и не страшно полежать, потому что когда я лежал в этой больнице, она не была обделана сайдингом, и не было, в принципе, такой красоты, скажем так. Было какое-то красное здание такое очень страшноватое. Но вот здесь вместо того, чтобы начать служение в Кемерово, мне пришлось полежать, поискать Господа в этой больнице. А я вот время ходила, проповедовала за Него, посещала. Когда Бог рядом, когда Бог ведет, когда это сильно, ты даже не замечаешь. Я летала и в библейской школе учила, Игорь вспоминает, и проповедовала, и где-то мы там посещение всегда делали, и тут же в больницу приходила к нему, и все эти промаливания и так далее. То есть все это, но как-то все вкупе, когда все движим и Богом, тогда как бы оно много делаешь, но вроде бы и не так сложно кажется. Кажется, что ты просто летаешь между всем этим, хотя, естественно, чувствуешь большое напряжение, душевных каких-то физических сил, потому что все время ты думаешь, переживаешь о чем-то еще. Но с Богом, конечно, всегда легче. То есть трудности и масса сложностей, но как еще Сережа Осокин сказал, лучше куча вот этих сложностей и масса присутствия Божьего, чем вроде бы и сложностей нет, но вроде и присутствия и не так уж и много Божьего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!